Итак, канал Отвертка приветствует вас! Сегодня мы, как ни странно, нашу старую машинку стиральную, Вирпул вертикальную, вынесли в коридор. Она начала у нас заканчивать свою плодотворную жизнь. 40 сантиметров ширина. Отработала 21 год. Вирпул хорошая, а ВТ-шка 91,20. Есть такое дело. Куча кнопочек у нас там имелось. На те времена это было вообще круто. Вертикалка. Да, всякие кнопочки были. Шесть чувств. Мемори. Вот этими кнопками никто никогда не пользовался. Вот этими тоже самое. Ни одна хозяйка никогда не использовала это дело. Ну вот здесь еще может даже нажимали. Да, время и скорости и температурку можете баловать. А в большинстве случаев просто вот центральную ручку поворачивали и так далее. Итак, вертикалочка. В наших советских квартирах она отработала свое время по-любому. Неплохо работала и так далее. Крепление вот эти всякие шурупчики. Очень интересная, будем говорить так, сборка и так далее. Пока новая, да, нормально. А попозже она, так сказать, колебалась всеми ребрышками своими. Соответственно, у нас уже коррозия пошла, на которую я уже не обращал внимания по-любому, да. Уже не обращал. Соответственно, сверху уже коррозия пошла. Она слишком стара, чтобы ее надо было что-то с ней делать. А были ремонты, да. Я вот боковые стенки красил и так далее. Так, вот это бамбула, конечно, для растворения моющих средств и так далее. Тут свое. Бак. Бак уже менялись, да. Менялись у нас. И это я специально открыл. Гребни вот эти вот стиральные менялись. Соответственно, я вам покажу после 21 года эксплуатации, как выглядит ТЭН. Вот видите, доработки были, чтобы гребни не отваливались сами. Доработки были определенные саморезами, так сказать, закрепляли и так далее. Крышечка еще ничего. Вот эти вот загибы, вот эти вот зацепы, да, из нержавейки приходилось загибать, потому что со временем начала крышка раскрываться сама с помощью пассатижей и такой-то матери загибала. И, соответственно, у нас вот здесь побитые уже края появляются, а это у нас уже разбаланс, разбаланс, соответственно, и подшипник у нас, правый подшипник у нас уже готовый. И вот давайте мы погрузимся в наш бак и увидим, что ТЭН там, он там нормальный, 21 год. Дорогие наши зрители, ничего с ним не случилось. Не наросло, как в рекламе, куча всякой фигни, лес и так далее. Нормально он себя чувствует. Буквально за эксплуатацию вот этой машинки два-три раза мы проводили очистку уксусом и так далее. Так что машинка начала сама уже разваливаться. Разбаланс, соответственно. И вот когда я проверка именно в любом магазине, возьмите так вот и с одного края приподнимите, вот здесь у нас стук, здесь у нас стука нету. Один подшипник нормальный, а здесь уже стучит, все. И его надо менять. Но сейчас уже его никто менять не будет, потому что здесь уже разбаланс хороший, гребни не те и так далее. Вот видно уже пластмассовая вот эта вот ручка, билось немножко, мелочь тут летала. Женский довод, типа всего лишь 2 гривны было, а не 10. Вот такая вот, такая штука. Так что при 1200 оборотах машинка там джазу давала. Так что отработала она очень хорошо и в данный момент уже ну никак. Электроника работает, да, электроника работает, а механика уже просто не выдержала. Соответственно здесь фильтр у нас такой имеется по входу. У нас есть отдельное видео для хозяек, для молодых хозяек. Вот этот фильтр входящий, я его чисто буквально два раза за всю жизнь, будем говорить так вот. Входящий фильтр надо контролировать. Бывает накипи и так забивается, что машина говорит включите воду, а она есть. Включена на самом деле нет. Боковые стенки красились, шурупы, все саморезы, все саморезы, ребятки. В те годы это было как-то шокирующе выглядело, но факт такой. Саморезы. Верхнюю крышку красил, да, боковые крышки тоже красил, обслуживал все в далекие времена и так далее. Кнопочка начала не нажиматься, особенно несколько надо было движений делать. Да, 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 да. Остальные кнопки в принципе как бы работали. В некоторых случаях индикатор не показывал, приходилось вот так вот подстукивать. То есть контакты где-то там на колодках пропадали, вот. Да, приходилось. И опять-таки вот этими кнопками никто никогда не пользовался. Хотя они имеют определенные там интеллектуальные, будем говорить так, возможности. В большинстве случаев только вот эту ручку крутили, не более, не менее. И все. Индикаторы LCD и так далее. Так что электроника работает. А вот механика начала уже себя вести самоуничтожающе. На маленьких оборотах только может работать и так далее. Стучит, скоро будет течь, пока еще сальник держится. Замена по горячему подшипников уже я не буду применять. А в те времена применял по-любому. Бак разборный. У старой машинки вот этой бак разборный. Доработки вот эти были, крепления всякими шурупами и так далее. Разваливаются крепления вот этих вот со временем, да, гребней. Гребней. Ну и коррозия, соответственно, идет. Ну и 21 год. Я уже смотрю, все, уже без такой-то матери нормально не запустишь. Так не хочет стирать. Гудит очень сильно. Да, гудит. Даже когда вот и подшипники были правильные. Потому что изношены демпфера. Снизу там стоят демпферы изношены. Ну и вот как-то так. Ну и она и раньше была такая довольно-таки звучная, если честно. Так что скажем ей спасибо. Вот. И продолжим наше видео далее. А теперь я представляю машинку AEG. Немецкая, бэушная. AEG 47330. В соседнем хлебном магазине изучили все варианты бэушного и так далее. Да, я вот прикрываю вот эти вот. Ну, есть огрех такой пластмассы здесь немножко. Она никакой роли не играет. Куча всяких клавиш. Куча всяких настроек у нас имеется. Клавиши с легким кликом. Переключения. Различные там есть. Максимально 1300 оборотов имеет. Типа малошумящая. AEG, да. А крышка, то ли она специально обрезиненная. Вот этот вот у нас распределитель моющих средств. Два впускных отверстия. Удобно снимается. Удобно снимается. Здесь можно добавлять один, второй, третий и четвертый отсек под разные красители и так далее. Здесь у нас стояла вот эта вот громоздила из-под мышки. Редко пользовались? Ну, пользовались. Некоторые хозяйки просто так засыпали порошок и все. Здесь у нас четыре отсека и так далее. Пластмассовый или резиновый какой-то вот эти вот крышки интересные. В комплекте дали маленький шланг, новенький для подключения воды. Вот видите, входной фильтр здесь самый простецкий стоит. А на самой машинке стоит совершенно другой фильтр дополнительно и так далее. Так что нет проблем. Внешний вид нормальный. Бэушная машина, да. По входу здесь вот фильтр стоит. Я его как раз забрал уже. Я с лимонной кислотой немножко пропариваю. Обязательно почистить надо, потому что бэушная машина. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Есть у нас вот такая вот, ну, понятно, это у нас фильтр выходной. Ладно, это потом мы откроем. Вот это вот штуковинка. Некоторые говорят, зачем это? А это у нас передок поднимается, а сзади у нас колесики. Сзади у нас колесики правильные, резиновые и так далее. Вот этот фильтр у нас тоже шикарный, между прочим. В простых машинках, когда мы его открываем, оттуда у нас выливается большое количество воды. А здесь и сетки там в большинстве случаев нет. А здесь у нас имеется сетка. Это выходная. Перед насосом специально стоит, чтобы всякая мелочь у нас скапливалась. Вот видите, там немножко накипь есть. Здесь у нас вода не выливается. Я уже два раза пробовал все это дело. Вода не выливается. В других машинах надо подставлять сюда кучу тряпок, чтобы не затопить. Здесь у нас немцы подумали немножко, чуть пониже все это дело сделали. Хитрецы. Это правильно. Так что этот фильтр, ну раз, раз в полгода хотя бы. Вот эта приспособа, она позволяет приподнять машинку и на колесико катить ее. Соответственно, демпфера я проверял еще в магазине. Вот эти демпфера, я этот бак брал, так прокручивал его туда-сюда. И он с такой ленью перемещался, тяжеловатой ленью. А это очень правильно. Это именно бесшумность работы машинки. Потому что более дорогие, новые машинки в наших соседнем хлебном магазине, они там колеблются буквально от одного движения нашей руки. И, соответственно, шумы, выход из строя и так далее. АЭК, да. АЭК это правильная фирма. Немецкая, бэушная. Потому что новых машин пока что у нас хороших нет. Итак, пожелаем нашей машинке удачи. И, я думаю, мы будем рады. Шума нет и все остальное. А старой машинке счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова